короче друзья к нам принесли вот такой циркуляционный насос вот такой вот значит что здесь написано у нас хл и 500 так написано там писано 36 ампер 095 ампер хл и 500 500 лат две тысячи восемьсот рэ минуту чё за рэ 1180 литров в минуту 1180 литров в минуту чё же это за монстр такой а мой вот этот халия вот этот халия хаб 127 1200 литров в час 7 кубов в час но в том что понятен ноги потому что кричат не знаю продавит давление да короче вопросов давлений но если здесь шланчик 16 до 16 22 то здесь блин я не знаю сороковая наверно поздоровая наверно мне тоже да и нам сейчас на что-то придумать как это все дело уменьшить и попробовать его нашу как бы в нашу систему задавить для того чтобы увидеть разницу что у нас включено в принципе да мы его здесь поставим в принципе он нас сюда встанет это как раз его розетку сейчас принесу розетка есть да так так друзья тестовый распылитель который работает сейчас от халия хаб 120 вот он давайте будем смотреть чтоб нам было понятно значит смотрите друзья этот халия мой который вот сейчас стоит он работает исключительно вот на одну только комнату вот на вот эту вот здесь стоит вот это вот стойка вот эти значит золотые рыбки значит и вот это вот все сам пике там все прочее ну на грязь сильно не смотрите виноват но как бы вот так получилось не специально дел много ну и вот эти все тоже вот вот нерестовые все и вот ну вот это стойка как я говорил все засекаем человек обезжирил снимаешь как тебя зовут я чё-то дима будет у нас дядя дима у меня чё ты записан вялки так руки и открыли алки и все без этих короче друзья это мы приделываем при делаем мы делаем я плотности ну да нам надо уменьшить потому что ну ладно чтоб он не выстрелил куда-нибудь тут есть такой вариант что главное он у нас у нас не стрельнул а то как бабахнет мне кажется все намного скромнее будет ну кто его знает надписи угрожающие куда потому что 1180 литров в минуту но я чуть если честно я про них читал что они как бы у них проблема то в другом в отсутствие давления так ну что давай мы его включим так как бы его и попробуем да просто подуть да 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 ну не улетит ничего я ты должна громко работой В дешевне оказалось громко. Ух ты! Ух ты! У меня еще есть отвертка и все хорошее. Ну слушай, это пальцем засыпает спокойно. Пальцем труда совсем нет никакого. Должно упираться. В принципе, он должен туда полететь, как бы в ту сторону. Сам двигатель. Туда как бы. Реактивная тяга. Ну что, тогда выключаем сейчас и пробуем, когда получается подрубить тестовую нашу эту штуку. Так. Ну а что? Нам хорошо как бы. Подписчикам покажем, что это такое. А что компрессор не предусматривать? Вот можно компрессор просто накачать. Сам бак. Ножик включается. Ножик дешевле включается. О, дешевле. В круглосуточном режиме будет работать и все. Так, нам надо вот этот вот сейчас компрессор снять. А, нет, нам его просто надо отключить и с него забрать шланчик. Вот мы его забираем. Это вот эта вот трубка идет как раз туда. В ту комнату. Опа. Сейчас мы его вытащим сюда. В принципе, туда дотянет. Да. Ага. Что, воткнулся? Да. И сейчас мы начнем его, соответственно, чинить. Друзья мои, вот прежде чем мы его будем включать, Человек вот недалеко живет. Позвонил. Можно как-то приехать. Посмотреть, как, что тут у тебя сделано тут. Посоветоваться там. Как бы приехал. И вот сейчас у дома уже собрал разводник, как я понимаю, да? Ну, пока не собрал в процессе. Слушай, а можно напроситься-то будет мне тут недалеко? Ну, я имею в виду с камеры показать. Да, да. Как люди как бы свою мечту как бы делают, да? Вот он ходил, я не знаю сколько, полгода, наверное, вот, да. Ну, да. Вопросы какие-то задавал там туда-сюда. Но, тем не менее, вот стремится как бы интересно. Ну, что? Погнали! Начинацию опираю. Да. Что-то тут должно. А, это рисун фирма. Смотрите, рисун. Ну, пойдем смотреть тестовые, тестовые наши. Слушайте, ни один, вот там вот работает кислород. В этих аквариумах нигде не работает. В золотых нигде не работает. Наш тестовые работает вот так вот. Вот, то есть, вы видите, да? Разница прям очевидная. Ну да, вот тут что-то вот. Еле-еле маленькая. Здесь вообще перестали работать в этих вот. Вот здесь вот работает. Ну, видать, просто камень такой посвежее. Здесь вот внизу работает. Вот здесь вот нигде. Здесь, то есть, здесь везде они работали. И работали как бы сильно. Здесь вот тоже работал, но вот не работает. Сейчас убавлю. У мячей не работает. Ну, в смысле, у гупешек, у мячей. Нету, нету, нету. Вообще, в принципе, вот с этого разбора вот на эти банки ничего не идет. Сколько получается форумов заработало? А вот смотри, знаешь, в чем фишка-то? Вот здесь вот работает. Потихоньку работает. Потому что здесь разбор идет вот с этой штуки. Да, вот она. И тоненькие длинные шланги прям по всей пошли. А здесь разбор идет с магистралей. То есть здесь магистралька. Она толстенькая. Ну, да, да. Ну, и как бы воздух закинут. И только вот здесь по-тоненькому идет как бы шланг. Вот эти почему-то не работают? Потому что вот эти вот камни работают. Нет, они все здесь как бы бурлят. Ну, где-то убавлено, где-то прибавлено. Ну, короче, в общем, не пойдет, походу, да? Да, здесь вот вообще вот не работает камешек. А здесь вообще как должен? Нет. Ну, да. Да. Ну, вот, возможно, вот здесь как бы сильно. Ну, тестовый вот. Тестовый, потому что тоже с магистрали идет. Это магистралька. Вот она здесь заканчивается. И вот он, в принципе. То есть вопрос как бы давление. Он как бы отвален именно вот в этой штуке. Потому что количество выправ там окончается. А, ну, слушай, здесь еще высота как бы там 75, что ли, сантиметров. А это тоже давление? Глубина, да, да, конечно, давление. А эти вот аквариумы, они там 45, что ли, сантиметров. Ну, да. Поэтому они проплевывают там хоть как-то. Ну, это говорит о том, что слабенький, слабенький. Здесь вот 45. Компрессор слабенький, значит. Ну, как? Слабенький? По давлению, да, слабенький, конечно, по давлению. То есть он не правил даже здесь. 15 раз. Так, Вай, будем думать. Вот. Ну, собственно, вот. Здесь вот вообще нету. Нет, да. Да, ну, вот сейчас опять подключим у барбусов, посмотрим, кто там есть. Восправился сильно. Ну, в принципе, предполагал, что так быстро. Все равно на десяточку попадем. На один большой отварьбой. В принципе, я так и предполагал. Слушай, ну, у него, видимо, знаешь, вот этот большой как выход. Ну, на пару каких-нибудь таких больших. Не спроста сделать, понимаешь. Видимо, и магистралька такая под него должна быть. Ну, мне кажется, хорош для чего-нибудь для одного и конкретного такого, что-то дуть, допустим, в одно место. Неудобно. Пузырь какой-нибудь, я не знаю, что-то такое, чтобы там разбора сильного не было. Дуть, да, три литра. Пузыри, да. Ну, еще 180 литров. Пузыри. Пузыри. Ну, да, может быть. Ну, слушай, ну, в этом, я не знаю, надо. Друзья, отпишите, может, кто пробовал, у вас какие есть какие-нибудь по этому поводу опыта. Называется это, как бы, ветродувка, короче. Да, так я слышал. Но он чуть-чуть, кстати, не подключил подвозную. Он думал, сейчас это пумпа большая. Сначала думал, это подвозная. А потом оказалось... И пумпу придется покупать, да? Нет, я собрался... И компрессор. Не, я хотел подключить, а потом понял, что, как бы, вход есть, а выхода нет. И, как бы, в воде надо туда-то находить, да? Соответственно. И потом погуглил там, ну, и нашел, что это подвоздух идет. И подумал, что у меня есть крутой воздух. Не, ну он может быть и крутой, но только для каких-то, как бы. Ну да. Да. Я тоже, когда покупал второй компрессор калий, значит, стал читать там на форумах про такие вот компрессоры. Ну, как бы, все пишут, что давления не хватает. А у меня здесь давление, ну, самая важная вещь. Ну да, здесь просто и разбор, прожимать это все дело. Ну, то есть, вот слабенько, как бы. Да, ну вот, мы давай еще заметим сейчас, получается, вот здесь вот углошечек, которые уже Яшка продал. Углошек и у барбусов, вот, вообще нет, как бы, вообще нет. Сейчас мы пойдем, ну, и у сколяров тоже нет. Вообще вкусы. Они думают, что мы их кормим. Хотя они только что пожрали. Ну, они все равно голодные. Подключаем. За, это, за крылом, как бы, она... Ну, не влетучилась никакая. Ну что, здесь что-то вот прям это вот тоже... Ну, здесь, наверное, отсюда, я думаю, идет. А, да, 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 отсюда. Вот отсюда, я тоже думал. А, и движок сам. Отсюда вот идет. Наглаждайся, движок. Ну, здесь, короче, авто стоит. Да, да. Ну, здесь, короче, авто стоит. А фильтр ты проверял он? Вот здесь, по-моему, что-то какая-то есть. И не тянет туда нас. А это фильтр, да? Ну, это фильтр, да? Да нет, это фильтр. Ну, бери его. Это у вас еще фильтр. Ну, у вас еще фильтр. Ну, у вас еще фильтр. Ну, вообще. Что-то взять с 2 сахара. Обожди, а что-то? Ну, губка и... Ну, да. Ну, да. Не забитый тут. Ну, вырубаем, что-то. Ну, дальше он еще не пойдет. Ну, пойдет только для отваривания 2-3, так. Ну, это... 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 Да, нет. На самом деле, это вот ты... Хорошо, что ты принес его сюда, и мы его попробовали. И сейчас куча-куча людей, как бы, будут знать, что это такое на практике, а не на словах просто. Ну, я, например, не нашел нигде сравнение, как бы, такого компрессора с таким компрессором. Нет, я нашел. Ну, как раз там вот... Ну, я имею в виду, на словах есть, как бы, что это вот так и есть, да, уже кто-то... Я не нашел. Сколько у нас есть? Сколько у нас есть? Сколько у нас есть? Вот, аквариум. Аквариум. Аквариум, да. Тут точка-какое есть. Ведро тоже за столом. Торговал рыбой, такой большой. Так. Ну, это вот, короче, вот карта. Да. У нее там пыль, ну, вот видишь, она и нагрелась. И аквариум у нас есть такой. Аквариум. Аквариум. 750 литров. Он такой высоты. Чуть-нибудь до пупка. Ну, прилично. Ну, здорово, вот типа. Ну, вот, скорее всего, это, знаешь, какой-нибудь вот один такой вот шланг, такой вот туда, карпа. Ну, это старше, мне кажется. Вот такие распылители, знаешь, продаются вот такие вот. Да, и вот он отымил, короче. И вот он там, тысячу литров, как бы, сдохнут эти сволочи, блин. Да нет, нет, не пойдет, короче. Что-то, даже нагрелся, чем поработал. Прогрелся такой вот, как такой, да, как вашей? Да нет больше, ну, как такой вот. Какой? Заболели у меня серпасы вваливаю производство. Да, вот такой, то есть. Ну, не хотят вот жить. А вот на сколько у тебя сейчас вот этот вот стоит? Какой? Еще раз. Ну, внизу, который я помню. Фильтр? Нет, вообще это. Литровый. А, тысячу сто вот этот. Ну, это побольше. Тысячу сто, это большое. Ну, он неудобный, если честно. Ну, мне его подарили. Ну, этот тип тоже откажут. Ну, он реально неудобный. Нет, наоборот. Карп, это такой, карлит аквариум должен быть. Он, они неудобный, да, но за счет высоты или если возможно так подлезет. Почему он что-то поймать сделает? Ну, вчера ездили на птичку. Так, я подключил. Ну, что? Снова? Тест, тест повторно. Да, уберу сначала. Да, качать. Да, мы сейчас уберем. Да, пойдем. Те, которые мы еще... Да, все включено. Так тихо работает? Нет, просто здесь шума много. Он все равно шумит. Ну, относительно. Ну, относительно, да. Так, ну, смотрим. Вот наш контрольный опять. Вот разница как бы очевидная. Очевидная просто разница. Здесь тоже быстрее пошел. Да, все очень хорошо. Вот где у нас барбусы? Барбусы у нас пошли. Пробывают только на эту длинную трубку. Получается трубочка такая, что он до того разбора идет. Ну, компрессии просто есть. Есть, соответственно. Да, добавление. Здесь вот появилась тоже у нас. Так, где у нас здесь все появились. Ну, вот который работал, видишь, как заработал. Он просто сильно был открыт. Соответственно, здесь. Ну, понятно. Здесь. Здесь вот этот тоже не работал. Вот заработал. Да нет, ну разница есть. Да. Ну, я думаю, все очевидно. В общем, для таких вещей не пойдет. Все. Что у нас есть рядышком? Теперь я говорю, вместо еще. Которые. Вот ты на птички, если видел их. Вот их приносишь сюда. А они рыжие. Они рыжие. Там какая-то красная лампа стоит. То есть, что они такие вот красит. А сюда приносишь рыжие. И вот, знаешь, там 10 покупок сделаешь. Одна покупка там более-менее. Ну и выживают. У нас вот одна есть такая хорошая покупка. Постоял человек. Вот рубинчики там у нас сидят. У меня на видосах есть. Сейчас вот первого мальта берем как-то. Ну вот. Первый. Еще даже не вылавливали. Я вижу, они там сидят. Это вот здесь вот. Ну. Мы специально отдельную банку посадили. Мне там будет? Вот. Вот. Вот здесь вот. Это вот надо лезть их сейчас искать. Ну вот они в сеточке здесь сидят. Понятно. И там малючки, короче. А ты осмотрел, да. И малючки, они там плавают, короче. Ну вот я выловил одного или двух. Одного вот сюда посадил. Вот он сидит. Видишь? Красненький. Ага. Я говорю, я сюда не надо. Вон туда надо. И второго сюда посадил. Вот он красный. Или два их сюда. Вот прям красноглазенький. Ну да, да. А так вот нету вот что-то сам. Ну отдельно. Вот мне Яшка придет. Следующий ролик. Это мои, да? Сделай. Ха-ха-ха. Человек мне тут. Ха-ха-ха. Я даже не знаю, как ему отказать. Я не смогу. По 100 рублей, я думаю, договоримся. Ха-ха-ха. Ну как бы. Короче говоря, я спрашиваю. Человек говорит, я уже дома. Третью скважину, говорит, сделал. А я говорю, а можно мне здесь скважину сделать? Он говорит, можно, говорит. Нужно. Нужно, да. Я говорю, профессионал в этом. То есть, в принципе, как бы высоты здесь не страшно, У нас меньше. У нас 2,20 вообще. 2,15-2,20. Ну, 2,15-2,20. Ну, просто чтобы завода не платить тогда. Здесь ее залил. Она нагрелась где-то там. Единственное, что. Ну, сама вот от воздуха. Единственное, что. Вот у нас, допустим. Ну, вот сколько у нас. 1,14 метров пробили скважину. Ну, уже там. Железо. Железо. Вот я объяснил, что я уже делал третью скважину. И у меня железо как было, так и есть. Мне объяснили так, что, может быть, фильтр не подходит. По длине, допустим, у меня фильтр метровый, а надо полметра, чтобы он, как бы, этот слой не перескочил мимо, а именно попал. Это одна причина, как мне объяснили. А вторая причина то, что сетка может по размеру не подходить. Типа она сильно засорилась. Ее надо промывать. Через глина куда проходит, да? Мы и промывали, мы купили насос там мощняцкий, такой, за десятку, короче. Такой там мощный насос для такой. Ну, вот в сам полу его кинешь. Который, ну, там что-то много. Либо много, либо мало. Не получилось у нас либо много, либо мало. Короче, если что, если я тут надумаю скважину делать, я как бы. Специалисты есть, да? Хотя бы мне подскажешь, что было. У меня вообще была проблема. У меня даже и остались все эти все, и фильтры, и трубы, как бы. И даже вон там есть. Друзья, не имею 100 рублей, а я имею 100 друзей. Вот так вот. Здесь спрашивали про влафоруса. Вот как раз человек пришел, и тут я вспомнил про вашу просьбу. Показать хочу. Да, это вот, получается, одна у нас ячейка. Да, вот она видите, она вся красная. Здесь тоже, ну, вся вот красная. Камеру не хочу опускать. Вот. Я хочу эти системы все, ну, примерно вот с кулак вот так вот в день. Ну, если его кормить нормально, то примерно с кулак в день вот аулафоруса. Вот с этих вот двух рамок. Они вот такие вот длиной, получается. Ну, и туда вот сколько вот шириной вот такие вот, да. Я сейчас их хочу переделать. Хочу и вместо одной сделать четыре маленьких. Ну, то есть эти будут стоять, а я вместо нее, как бы, четыре маленьких. Ну, просто удобнее, как бы, форм туда ложить, обслуживать ее удобнее. Помыть эту штуку, вытащить. Это вот я на стремянку встаю, как бы, да. Эту вот штуку такой. Он такой еле-еле-еле-еле. Ну, и она у меня там ломается, короче. Ну, она, как бы, ПВХ. Он такой становится очень жесткий такой. Железо, короче. Вот ты как раз и делаешь, так сказать, весь. Мне его нарисовал человек, и она на Quark, по-моему. Сливаешь? На Quark.ru нашел человека, короче, который мне его нарисовал. А то есть чертеж? Да, чертеж мне прислал за 500 рублей, короче. Нет, ну вы это обращаетесь к моему бесплатному. Да? А ты что, в SolidWorks'е что-то? Я в Компасе, прекрасно. Слушай, тебя надо, где Коля, познакомить. Самое, вот конструкция вообще классная. За исключением кормушек, которые мне пока не нравятся. Вот я хочу их сейчас из Орстекла. Из нержавейки я как бы не нашел, и у меня никаких идей вообще не было, как их сделать более лучше, чем они сейчас. Сейчас хочу вот эту кормушку одну, вместо одной кормушки сделать по четыре. Ну и просто вешаешь их на эти самые. Они постоянно как бы под водой. А по глубине они будут меньше, наверное, да? Да, они вот такие будут пополам. А, на половину? И так половинка тоже. Ну, все. Он вешается вот прям вот на эту вот. Ну, такими крючочками и все. А раз вытащил ее там, это самое, ну, поменял кормушку там вот. Помыл ее сходил, она маленькая. У меня она вообще упала и разломалась, как бы я какашку вытаскал. Так что, вот таким вот образом. ну, еще разочек. Сейчас я приду. Чуть просто это. Видно было, да? Ну, вот он здесь вот. Свежий корм и он, а там вот внизу где-то вот почему-то. Ну, вот это разошлась у меня штука вся, блин, разломалась. Здесь вот тоже весь он там. Вся вот эта конструкция вся, местами во форусе прям. То есть его как бы много. Ну, и вот здесь вот он. Вот его видно вот здесь вот. Так вот лежит лава. Ну, вот его берешь, сливаешь как бы вот эту штуку все. И потом даешь отстояться, сливаешь воду, которая отстоялась. Еще даешь отстояться. Он вот такими клубками прям собирается. Такой его берешь. Хоба-хоба-хоба. Примерно как. Ну, в контейнерах его тоже, в принципе, как бы. Ну, у меня просто такого сейчас нету, как бы. Нет, в контейнерах я тоже смотрю, там народ как бы делает. Ничего по количеству. Ну, просто много маяты здесь вот слил. Да, вот в этом плане. Если насыпал, там слил. Сработаю очень много. И, допустим, там блин, каждый в контейнер там. А еще поначалу, вот как я сейчас делаю, у меня суп там вот в этом есть. И поэтому там возникают всякие моменты и нюансы. Кто загнил, да? Ну, у меня пока не загнивал там. Но да, там то перекормил, там вот тут начинает бодягать, там бурлить. Ну да, тут в этом плане попроще, конечно. Ну да, да. И количество. Так, друзья. Ну, предлагаю на этом ролик закончить, как бы, да. Вот, надеюсь, вы поняли разницу между вихревым компрессором и, вот, значит... У него диафрагма, короче, стоит. Ну, типа мембраны. Только не мембрана, а диафрагма. Да, да, да. Но самое большое давление имеют компрессоры поршневые. Да, но мы отказались их в силу того, что они, во-первых, очень шумные. Ну, мы их проверяли, как бы, есть такая возможность прийти на тот же рынок птичий, да, и там проверить. Вихревого там вряд ли ты найдешь. Ну, я не видел, по крайней мере. Во-первых, шумные. Во-вторых, как бы, масло давит в систему. Ну, просто сам по себе, как бы. Во-вторых, как бы, ну, не такой большой ресурс, как у диафрагмы. Все, друзья, пока. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и комментируйте.